случае у нас сегодня три строфы до середины середины все видят я с удовольствием только вопрос в том есть у нас переводы предыдущего или нет у меня нет у вас нет у вас тоже нет тогда я могу тогда ответить сразу на вопросы по прежнему тогда по мерке то есть как бы мерка поля она есть мерка небо над нами не больше того небо оно само по себе бесконечно да без конца нам нужно то небо которое связано с землёй нет это проявление того что и это тоже наш это наш дождь это наше солнце то есть он он это не в первый раз он противопоставляет еврея галута еврея изгнания земля не его под ногами единственное что у него есть это то что она без конца и края это это означает что ничего у него нет как говорится все принадлежит всем значит никому так а угарить нет нам нужна своя земля и тот кусочек неба который над этой землей это будет нашим дождем это будет нашим солнцем нашим теплом нашим светом пусть делает то что они хотят со своими кусочками кусочками неба и земли и нашим воздушным пространством ну естественно это понятно то есть вот он противопоставляет здесь бесконечное небо никакой земле это состояние галута а состояние избавления когда еврей точно знает него есть земля под ногами и небо над головой своей а не только него потому что вот эта бесконечность она поглощает и ничего не остается как галут потому что когда-то имеется ввиду просто 150 лет назад началась такая теория что да еврей народ галута мы же универсальный народ мы не привязаны какой-то там какой-то земле какой-то территории мы народ а вот это универсальность она поглощает вот все к это универсальность потом называлась космополитизм и неспроста кампания против космополитов именно это было взятые землейской истории потому что была такая теория евреи народ космополитичный политея это государство а наше государство это весь космос все пространство это наше государство а фактически не ваша девяносто третьем граждане всех стран дашь после осва но не своих народом землю его покаянили вот этот космополитизм он является символом символом галута символом галутной психологии еврея потому что все народы себя по себе на своей родине только евреи вдруг почему-то подумали что они равноправные граждане везде а это почему а почему вдруг и тогда сказали вы господа слишком взорвались же вы и у нас граждане и там вы граждане и тут вы граждане нет уж вы определитесь когда они определились и а когда определились естественно нашлись другие граждане тут же организовали это понятно я не говорю что это является причиной антисемитизм но это является одним из символов нашей болезни галута это не является причиной антисемитизм это само по себе ему причин не надо особых а наша болезнь это другое и вот в я тоже стихотворение на эту тему написал две строки в нем еврейская империя галут когда же тебя черти поберут вот и да когда чертик здесь в конце пятидесятых годов было известно и поговорка я уже как-то рассказывал с одной стороны еще после сразу после второй мировой войны была очень сильно русская российская такая нотка в этих кибицах и все еще пели по русски еще многие знали русские стороны уже было понятно что не все так просто вот здесь дети молодые дети пели россия наша мать и тогда либо стали до 53 потом хрущев наш отец дай бог чтобы мы остались сиротов россия имену стали на вину а лырвай-вай-вай ну и тумил возможно сталин наш отец партия наша мать да вот остаться сиротов да да а здесь это так возможно что действительно оттуда и привезли а может быть и на как-то туда перекочевать было и так ладно и есть может быть если есть еще вопросы по предыдущему тексту я сначала отвечу и вы как раз с этим закончили у вас есть хорошо пока мы начнем так как у нас это единственная часть сегодня не будем разбирать сразу займемся это чьё это что на предыдущие хорошо мы дома на 0 вы на можно будет потом спросить тоже естественно если вы найдете то что можно будет не после этого мы сегодня нет его я не знаю но я прежде всего а перевела ну да и тогда разбираем второй тогда будем тогда получать хорошую хорошую учебу а то что был последний раз а я думал что вы не перевели хорошо ты же красный потом тогда потом ладно мы все уже работали в прямом эфире давно да так я я говорю я перевел три стропы по моему две это точно а третью как захотите это ко мне это ко мне учебу и облажать и опять и 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 Ихрашбу, хрешбонот, некрасы, прат, и храгов, как у каждого. Вовремя, от обниян гибролатам, дверь молокуць и бакосов, мусору на шамили. Инихуя на ханфеи ципории, и в ханфеи ренанин, и в мебет оймай им демоу. И вовремя, не ба хреши. Накфу кое-шеним лимеоот, Субтитры делал DimaTorzok 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 И почему-то он продолжает DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Когда надо было дом построить Когда надо было еду привезти Когда надо было что-то купить Что-то продать Что-то произвести там ремесло Все было по обыкновению И он продолжает Две хашву хашбонот Нехсей практ Вехавот Кехолха И просчитывали Считали имущество Частного И уважение Как всякой живой Как всякой живой Можно так, можно так То есть Относились К имуществу К материальным Ценностям Каким-то К своей обычной жизни И относились Как любой живой человек Даже как любое животное Которое Если оно чего-то хочется Но для этого что-то делает Куда-то бежит Что-то грызет Беулан Но дело избавления своего Дело царства мечты Масрула шаба И ниху алканфей цикори Отдали небесам Или передали небесам Возложили на крылья птичьи Убиханфейры на них Дымобатерией на их В крылатых Песнях Во взглядах Слезных Все это было там А не в реальных Делах А реально Это надо было Подумать Каким образом Туда Приехать Что надо Для этого делать Какие ремесла Для этого учить Нет Все остальное Вся остальная жизнь Была реальной Все что касалось Материального существа То что касалось Избавления Оно Осталось духовным Небесным О нем пели Молились Уповали Плакали Искренне Все искренне Но почему-то Не пришло в голову Заняться этим И реально так же Это Может быть Самая Революционная мысль Которая пришла в голову Как раз К сожалению Людям Отошедшим От традиций Это был Леопинский Это был Тердорец Они Как бы про себя Подумали Но Хорошо Нам же нужно У вас нужно Значит Нужно Заниматься Политикой Нужно Основать Банк Нужно Покупать Какие-то Какие-то Земли Надо Покупать Орудие Труда Это было Это была Революционная Мысль Которая Еще К одному Сожалению Многими Религиозными Евреями И даже Духовными Лидерами Религиозными Была принята С очень Большой Осторожностью Если не сказать В штыки Что это Такое Почему Это Так Зачем До сих Которая Это Была Идея Автоэмансипации Автоэмансипации Пинскера А потом То что Герцем Назвался На немецком языке Юж Став Был Написан На немецком Языке То есть Он Никогда Потом Через Несколько Лет Ему Рассказали Что Есть Работа Которая Называется Автоэмансипация Перцем Сказал Если бы я знал Я бы не написал Свою То есть Да Понятно Это та же идея Конечно Там написаны Разные вещи Но Одна и та же Идея Да Именно Автоэмансипация То есть Мы должны Освободить Себя Различными Средствами Перцель Поставил Больше Скажем Ударения На политические Пинскер Больше На Поселенческие И так Но Это Одно Другому Не мешает Вот Понимаете Об этом Пишет И он Продолжает Увэхэм Лоба Шли Накфу Ко Шамин Леме И так Не пришел Мессия Прошли Так Годы Веками Или сотнями То же самое Да Мея На еврите Это век И это Сотня Стоп Так что Можно Каждый Для себя Выбир Выбир Пишелам Нубедав Нехасим Схар Ленат Голуба И платили Мы Кровью И Котом Плату Ночлеба Изгнаний Тут Написано Нехасим То есть Имуществом Платили А я Взял То Словосочетание Известное На русском языке Кровью Котом То есть Кот Это Почему Обычно Когда Человек Трудится То Это В поте Лица То есть Он Оплачивает Мы Платили Мы Не Просто Находились Там Мы Все Время Платили Кварт Плату Но Платили Ее Кровью Прежде Всего И Имуществом То И Котом Бедам Унахасим Ламадну Шипим Лешонок Кол Хохмот Не Ули Изучили 70 Языков Все Науки Народа То есть Мы Просто Так Не Сидели Так Мы Трудились Гам Эт Эйну Хэкэйну Бедам Схар Лимуд Ки Калон Все Это Тоже Вырвали Мы С Кровью Плата Учения Рвота Унижение Или Позор Калон Это Унижение Или Позор То есть Нас Жибили И За то Что Мы Слишком Ученые Слишком Умные Слишком Хитрые И За то Что Мы Преподавали Русский Язык Или Немецкий Язык Или Французский Язык Самим Тем же Русским Французам Немцам Еще Им Говорили Как Правильно Нужно И О чем Писали Их Писатели И В чем Смысл Их Сказок Преданий И Мифов Они Вроде Сами Не Знали И Тогда Нас За это Били И Кровью Мы Вырывали Все Это Всю Эту Нашу Мудрость Вот Что Пишут Авал Хохмат Молхут Лолома Хапшута Бахохмот Но Науку Власти Не Изучили Простейшую Из Наук Надо Сказать Что Я Написал Науку Власти Кохмат Молхут Конечно Это Наука Царствования И Так Далее Но Имеется Ввиду Что Не Изучили Для Себя То есть Евреи Прекрасные Политологи Социологи Антропологи И Т.D. И Т.B. Но Как То Про Себе Они Не Подумали Они Вновь Учили Англичан Как Им Собою Управлять И Русских Как Себе Конституцию Писать И Все Вы О себе Подумайте А Как То На Ум Не Пришло Как То Не Подумали Все Некогда Все Некогда Действительно Надо же Других Получать Он Говорит Это Наипростейшее Из Потому что Казалось бы Она Это Самое Естественное То что Есть У Народа Она Не Столь Проста Как Наука Но Она Проста По Своему Корню Национальному Каждый Народ Хочет Управлять Собой Вот Это Движение Самоуправления Оно Казалось бы Самое Естественное А вот Этого Как Раз Евреи И Изучили Для Себя Марк Всем Преподавал Что Конечно Самоопределение Народов Это Очень Важно Для Других Народов А что С твоим Народом И Подумать Нечего Что Евреи Будут Управлять Собой Поэтому Все Остальные Говорили Что Евреи Хотят Управлять Всем Остальим Хапшута Бахохмон Ашер Бил Адея Хае Исваэль Гал Без Который Без Этой Простейшей Изнаук Жизнь Израиля Изгнание Нет Другой Возможности Если Хотите Я Прочту И Третью Страху Скажите Товарищи Хотите Третью Страху Хорошо Третью Массы Если Если Вы Помните Это Было Одним Из Термина Бундовских Еврейские Массы То есть Бунт Представлял Собой Еврейских Не Клирикальных Лидеров Каких Не Буржуев А Еврейские Массы Рабочих Вот Чего же Хотели Наши Массы Великие Они Хотели Галута А что Значит Галута Хотели Ши Ешву Башер Геб Елзу В Несан От Несан Чтоб Сидели Лучше Сказать Жили То есть Ла Шевет Ешуб Это Как Слово Ешуб Это Поселение Это Не Только Сидеть А Жить Чтоб Жили Там Где Они С Детства От Несана До Несана От Первого Месяца Первый Месяц В Течении Целого Года Жили Бы Там Бе Тохзе Анов Габ Него Бек Ицо Бешлага В Том же Краю Весной Летом Снега Он Пишет Весной Его Этого Края Лето Его Этого Края Я не Написал Потому что Как Это Понятно Но Да В Его Снега А Дэй Сэйватам Викиврам Бен Кровин Тахатам До Старости Могилы Меж Родственниками Под Камни Тут Я Перевел Слово Сэйва Как Старость Сэйва Это Световласы Седина До Седины Конечно Можно Писать Но Просто Проще Сказать До Старости Тут Надо Сказать Что Это Неспроста Я Так Потому что Знаменитый Стих В Танахе Говорит Мипней Сэйва Таку Перед Старостью Встать Почти Мипней Сэйва Таку То есть Не только Тот Кто Посидел А если Старый Человек Он Лысый И даже Если У него Еще Черные Волосы Но Он Уже Пожилой Значит Перед Ним Не Надо Естественно И Поэтому Слово Сэйва Имеется Ввиду Старость Тем более Это Митсуа Ну Да Митнеси Ватаку Конечно Я Просто Дал Пример Что Слово Сэйва Не Имеет Ввиду Только Седину Буквально Имеется Ввиду Старость Вообще В Танах Есть Очень Образные Выражения Там Скажем Противопоставляет Сэйва Седина И Тишхорет От слова Шахо То есть Те У которых Еще Черные Волоса Тишхорет Это Молодые А Сэйва Это Старинки То есть Сэйва И Тишхорет Тишхорет От слова Шахо Чего Чего Еще Они Хотели Кроме Вот Этого Круговорота Жизни В течение Года В течение Вообще Всех Лет С С Рождения И до Старости И смерти И быть Похороненным На еврейском Кладбище Между родственниками Как полагается Вот Чего Очень Скромные Пожелания Жената Сказали В этом И проблема Что народ Наш народ Был Слишком Скромен В своих Пожеланиях И Поэтому Остался Вголосе Тет Мас Их Ассут Бамак Шен Он Ду Вэх Хан Платить Дань Там Где Родились И проживали Надо Сказать Мас Эх Ассут Имеется Ввиду Конечно Налог Протектората То есть Налог За то Что Я Евреи Не даю Проживать Кроме Всех Остальных Налог Естественно Что Люди Платят Налоги Это Понятно Кроме Этого Начиная С Римских Времен Евреи Платили Особый Налог В древнем Риме Евреи Платили Особый Налог Так Как Не Пожелали Не Желали Поклоняться Статуе Императора А это Считалось Гражданским Долгом И Проявлением Гражданского Гражданской Соленарности За это Чтобы Не Поклоняться Римляне Им Дали Возможность Платить Особую Особый Особый Налог Тем Более Когда Римляне Узнали Что Евреи В Галуте Посылают Деньги В Эртис Своем Чтобы Там Для них Купили Это Еще Когда Был Второй Храм Что Там Чтобы Там Для Них Покупали Жертвоприношения Ну Говорит Если Вы Туда Посылаете Деньги То Как Говорится А тем Более Что Вы Не Поклоняете Император Это Началось Тогда И Продолжалось Практически Почти Все Ивреи Должны Были Платить Особую Подать За Себя За то Что Они Ивреи Кроме Всех Остальных Молок Которые Платили И все Остальные То есть Это Даль Или Податель Как Можно Там Сказать Особый Там Особый Молок Хулам От слова Хол Будний день Свои Будни Субботы Праздники То То есть Вновь Все Что Касается Еврейской Жизни Я Ражали Детей Беги Глум Вехи Глум Переехать Из Франции Ну Как И Нашествия И Религиозные Войны Везде Здесь Тоже Было Непросто И Вот Я Так В двух Словах Пересказал В течение Тысячи Почти Девятьсот Лет Все Миграции Огромных Еврейских Масс Не Всегда По Своей Воле Но Плакали О том Что Еще Нет Избавления И Мессия Не Пришла Я Рассказ Рассказ Но Ехали В Другие Места Есть Словения Есть Словения Там Написано Конечно Зачем Ехать Вы знаете Там Страна Где Этот Язык Дурнович Не надо И Вообще Заработать Можно Пускай Тети Ухи Чуквой Язык Лишь Одно Услышите Вашу Шмай Сорей Бог Как Предавая Захвична Зеленая Дурн Да Да Это Так У меня Справедило Куча Народ Ну Да Сами Понимаете Да Вот Это К сожалению Вот понимаете Гринберг Описывает Наши Болезни Конечно Потом Он Он Наши И Наши Лучшие Стороны И Высокую Духовность И Самопожертвование Все это Но Но То Что Его Интересует Это Не То Что Делали Нам А То Что Делали Мы Или Не Делали То Что Нам Делали И Делают И Сделают Это Конечно Но Это Нас Касается Только После Того Как Мы Что То Что То Что То Делали Мы Не Не Должны Быть Пассивными Не Должны Быть Пассивными Наша Судьба Не Зависит Только От Того Что Сделают Нам Она В Большой Мере Зависит От Того Что Сделаем Мы Ради Себя А Там Как Говорится Конечно Мы Видим И Как Не Увидеть Что Война Есть Между Разными Народами И Иногда В течение Долгих Поколений Война И Ненависть Как Французы Ненавидели Герман Герман Французов И Те Вместе Американ И Пойта Ну Было Дело Потом Бывает Иначе То Есть Идеализация Того Вот Тоже Это Очень Еврейская Черта Мы Очень Идеалисты Большие Что Вот Если Мы Будем Сианистами Прекратятся Все Наши Проблемы Все Нас Друг Полюбят Все Будет Хорошо Конечно Это Не Произошло А Тогда Говорят Евреи Раз Это Не Произошло Может В Америку Все Равно Сианизм Не Является Панацеей Все Равно Это Это Не То Что Если Нам Не Не Идеально Хорошо Значит Проект Провалился Началь Не То Извините А Кому То Какой Из Народа Даже Больше Нас Он В Шоколаде Как Говорится На Сегодняшнем Музыке Какой Из Народа Какой Украинцы Украинцы Прям Шоколаде Шоколадный Король Он Может Быть Единственный Представитель Понимаете Никому Не Просто Никому Нигде Конечно Бывают Периоды Более Спокойные Бывают Менее Спокойные И Мы Смотрим Вот Вновь Атаковали Кого Кого Убили Вновь Там Какая Военная Операция Конечно Все Это Очень Больно Но Если Мы Посмотрим За 70 Лет И Даже Больше Потому Что Начинает Считать Наши Потери Еврейского Ишуа Не Сначала Не Соснования Государства Еще Перед Этим Еще С 30 Город Нам Было Потеряно Это Конечно Очень Больно Около Около 25 Тысяч Жизнь Солдатов Не больше Представьте себе Не больше Солдатов Гражданских Актов Террора Все вместе Вы знаете Что это значит Это Полторы Полтора Суток Действия Освенцев Там Бывало Что в течение Суток 24 Часов Уничтожали По 20 Тысяч Еврей Если Нет Немножко Меньше Каждый День Значит Все Наши 70 Или 80 Лет Конечно Каждой Жизни Очень Более Молодые Люди Пожилые Люди Не важно Гражданский Зон Это Понятно Но вот В чем Это Понимаете Иногда Когда Сопоставляешь Цифры И Понимаешь В чем Невероятное Невероятное Наше Везение Счастье Я уже не знаю Как это Назвать По сравнению С тем Что было Там Сирия Полмиллиона За Несколько Лет За Несколько Лет А уж Кто Считает Вираки Вираки И так Далее Миллионы В Афгане Это Понятно Не знаю Сколько В русской Армии В мирное Время Более Больше Чем Израиль В Моин Вполне Вполне Ну Это Конечно Большая Армия Там Около Двух Миллионов Солдат Может Может Не могу Сказать Я хочу Я говорю О еврейской Судьбе Я говорю О еврейской Судьбе О еврейской Судьбе Конечно И в этой Судьбе Были Более Спокойные Пери Были Менее Спокойные Пери Но Это Несопоставимо Несопоставимо То Состояние Я уже не говорю Ни о чем Другом Глинберг Здесь Говорит О Каком-то Национальном Самоопределении О Каком-то Собственном О каком-то Собственном Достоинстве В конце Концов Даже Погибать Погибают Люди По-разному Разве Можно себе Представить То что Происходило Там В том же Бабье Миру За Несколько Дней Сколько Людей За Первые Несколько Дней Потом Еще Добавилось Десятки Тысяч Тоже Знаю 40 тысяч За несколько Дней Как только Захватили Не вели За Несколько Часов Тысяч Да И в Каждом Месте Даже То есть Это Даже Разница В этом Даже В этом Знаете Я Метопедя Замоархива Я Пошел Ты не знаешь Что в Эстонии В Вес Сухи У него Все стены Были Вставы Грозеты И я Считал Одно Те Которые Жили Светлые Стали Как Ходили Директор Они Мне казалось Что Спокойно Я Почитал Это Просто Голос Я Един Считать Не смогу Вот Директор Не такой Так Я Директор Вот Так Что Об этом Ищет Гринберг Я бы Хотел Прокомментировать Оборот Минесана Однисан Мне кажется Здесь Гринберг Однозначно Имеет Ввиду Когда Песох Когда Как Зверю Бешана Абаба Вырушила И вот Значит Яшву Сидели Говорили И До Следующего Песоха Не Вспоминал Да Выйти Из своего Рожа И Собидеть Да Да Так Наш Великим Поэт Все дневековые Рабью Дарья В своей Книге Книга Которую Назвал Хазары Хазары Он Написывает Беседу Между Хазарским Царем И Еврейским Мудрецом Не Все Но Как видно Элита Перешли в Юдаизм Трудно Сказать Точно Какой Именно Но Неважно И Вот Еврейский Мудрец Рассказывает Его О Значении Альцисая Божественном Присутствии О том Что Здесь Храм Все Чем И Он Слушается И Говорит Ему Да Я Понимаю Но Скажи Мне Раз Так То Почему Мы Все Не Так Отвечает Его Еврейский Мудрец Матсата Макон Харпати Нашел Ты Точку Позора Моего Великий Правитель К великому Сожалению Говорит Он Наши Молитвы По Бернце Сраэль Похожи На Щебет Скворца Он Себетит И Щебетит Но Имеет Ввиду Кетсивцу Фазарзир Так Он Пишет Кетсивцю Фазарзир Но Скворец Имеет Свойство Возвращаться Ну Кетсивцю Когда мы не сможем Иначе Я Говорит Уже не могу И что Интересно Сам Рабио Дали Любви Когда ему Исполнило 60 лет Решил Что Он Уже Больше Он Написал Великолепный Цикл Песнь Сиона Песнь Сиона Пишет Так Леби Ва Израх Ва Нухи Весок Мара Сердце Мое На Востоке А Я Сам На Краю Запада То есть Испания Возле Океана Да Я С удовольствием С удовольствием Но неважно И мы об этом поговорим Поговорим И вот Он Решил Поехать Великолепный Сиона Он Проезжает Мы знаем Что он Действительно Воехал Из Испании Он Проехал Через Египет Потому Что Там Остались Какие Докуранты Его Принимали С огромными Почесами Он Был Известней Мудрецом Врачом Поэтом Известным Он писал И на еврейском языке И на арабском языке Его труды Он был Как видно И блестящим То есть Кроме того Что он был Глубоким Блестящим Ему все Давалось Легко С блеском Его поэзия Одна Может быть Самая Элегантная Изъя Кроме Всего Остального Кроме Поэтических Он Он Проезжает Через Египет Его Принимают Великими Почести И там Исторически Как бы Непонятно Что дальше Есть Настойчивое Предание Что конечно Он там В Египте Немножко Перевел силу Переехал Через море И отправился Дальше И когда Он ехал До И увидел Храмовую Вору Поднялся На нее И увидел Разрушение Храма Там Он Начал Петь Свою Своё же Стихотворение Цион Разве Не Спросишь Ты О Здравии Узников Твоих От этого И произошло Асирайтион Из этого Стихотворения Раби Иудалии Пришло Масирай И тогда Это было Во время Крестовых Походов И как раз Арабские Войска Были В Иерусалиме И один Из Арабских Всадников Пронзил Его Копьем Когда Он лежит На земле То есть Он распростался Когда Взошел На храмовую Гору Или возле И он Точно Не знает И он Его Убил Пригвоздил Его Такое Предание И как видно Евреи Перевезли Его тело Обратно В общину Египетскую Потому что там Была община И богатая И все И есть там Даже найдено Надгробной Плитать Где написано Раби Иудаби Раби Шмуэль Так его звали Он был Сыном Шмуэля Раби Иудаби Раби Шмуэль Алиби Таково Предание Так что Он заканчивает Свою Философскую Книгу Великую Тем что Мудрец Уезжает В репатриацию Просто уезжает Из Казани Репатриируется Восходит На свою землю И он сам Это же везде Ну что Минуты Три-четыре Перерыв И Три-четыре Три-четыре